Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и я вышла, еду в такси, так как моя машинка, моя девочка, скучаю я за ней. Сейчас я еду на почту, и кстати, чтобы вам было интересно смотреть сегодняшнее видео, да, водители рядом, и я вот так вот без проблем разговариваю, кто будет спрашивать. Ну а что, я уже привыкла. Сегодня будет новый фикс прайс на 45-й линии, я поеду туда, мама сказала, что он какой-то там большой, и конечно же я поеду туда. Еще сегодня у нас Ашан, Кристинку, я надеюсь, сегодня я встречу, в конце концов, вот, поэтому оставайтесь со мной. Погода, кстати, офигенная. Я, конечно, одета так еще, долго выбирала, что одеть, не знаю, подходит это все сюда или нет, я еще тут стиляга. Что я, такси, 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 а вот она такси стоит, но я его отпустила, потому что там три человека, вы знаете, как наша почта работает очень долго. По-любому одна посылка там есть, прикольная, тыкаю, буду делиться, тестировать, там вообще супер-мега какая-то штука мне должна прийти, расскажу. И что еще, что еще, что еще. А, Кристинка вечером будет, да, она еще в гостях. В общем, будьте со мной. Я получила свои посылочки. Вот эта приколюха, о которой я говорила, здесь приколюха-приколюшная, я буду играть в отдельный ролик для нее делать. А вот это я для малого уже брала здесь, и тоже покажу вам уже в посылках Алиэкспресс. Само интересно, что там. Вот это я знаю, что по ощупь, а вот здесь, что я не до конца понимаю. И еще здесь познакомилась с девочкой. Давай, ну, она тоже покупает на Алиэкспресс, спрашивает мне, где я кофточку взяла, там все дела. Я говорю, да, вот мой канал, заходи. Может, что понравится тебе из моих обзорчиков. Так что ждем ее. Может, что прокомментируют? Ждем девочку с почты. Так, все, я вызвала новое такси. Мне интересно, сколько я денег сегодня на такси просто убью. Хорошо, это не Москва. В Москве цены... Сколько у нас в Москве цены? В 4 раза больше. А, нам показывают новую дорогу. Там, где я обычно говорю тупик, сказали, мы тут проедем сейчас. Я говорю, да покажите. Я же буду только рада новым дорогам, которые открываются, чтобы до дома быстрее. Короче, сейчас я до дома по ссылке отправлю и едем в фикс прайс. Да, мне попался чудо-водитель, который знает дорогу. Он просто за 3 секунды выехал на Шолохов. Я тебе буду так всегда ездить. Ура! Спасибо. Ну и что, огромный фикс прайс. Прям вот пятерочка на втором этаже. Фикс прайс. Ну, пойдемте заглянем, что там у них интересненького. Да? Что-то я так тепло оделась. У меня уже жарковато немного. Но на входе нас встречает грозный охранник. Аж страшно. Фикс прайс. Короче, буду показывать, потому что я на 9 мая, на 1 мая. Ничего брать не буду. Мне она нахрен не нужна. Потом будет валяться все. Ну вот, а кому надо? Это первый магазин, в котором я что-то нашла. Смотрите, написано. Мои победы. Такая штучка интересная. В общем, сейчас буду приколюхи какие искать. Все покажу. Все покажу, расскажу. Необычно вообще. Свет что-то здесь мало. А, вот нормально. Вот такие вот шкатулочки какие-то нашла. Ну, в нашем сфиксе я не видела этого. А вот какая-то штука еще разделяющая. В нашем тоже такого не было. Ну, тоже смешивать масочки, наверное. Да, просто он с разделительной такой штукой. А еще я все время смотрю, на самом деле. Ну, это у нас тоже есть. На вот эти вот белые заборы. Мне так хочется куда-нибудь это применить. Но я не знаю, куда. Не, я понимаю, что это, наверное, там клумбу какую-нибудь огоражает. А мне хочется дома, для интерьера что-нибудь сделать. Но я не знаю, что. На, красота. Ну, это вон, землю. Такая. Вот хоть я и не знаю, что делать. Да, будто лить. Своё желание. Вот еще к 9 мая. Ну, я думаю, это для детей. Ай, какая прелесть. То есть детишки будут, ну, вот так вот. Каску одел и побежал. Еще тут цвета вот такого есть. Ой. Вот такого. Бежевая, да? О, а вот этого у нас точно не было. Гляньте. Для деток. Лук. Пацаны все фикс прайс. Ну, дети. И мамы пацанов. Так, здесь вот есть вот такие вот, смотрите, оттеночные бальзамы для блондинок. Вот тут написано, блики солнца. Вот такой вот. Ой, ну я не знаю уже с этими красками. Я не знаю, возьму, наверное. Вот все, я цвет решила свой оставить. С ним ничего не буду делать. Мне нужно для корней будет найти что-то. И волосы покрасить. Ну, наверное, я буду красить и стелью. Там проще цвет подобрать. Так, дальше, поехали. Смотрите, сколько всего для деток в песочнице играть. Вот я думаю, надо взять, наверное, что-то. Уже мой малой, наверное, будет в песочнице играть. Да? Ура, я на что топики? Черный и серый. Серый вообще такие классные. Я, наверное, их два возьму. А черный, вот, ну, черный. А черный один возьму. И знаете, что? Что здесь написано? Размер 42-48 получается. Но они разные. Так что, если вы будете брать, то смотрите, да, вот разница. Вот здесь вот впритык, а вот здесь вот целый сантиметр-полтора. И на сером то же самое. Так что смотрите, ну, померьте. Возьмите самый маленький, если у вас там 42 размер. Ой, белые. 77 рублей. Боже. Боже, счастье. Это какое. В общем, недолго я радовалась. Потому что белый, он один. И он немножко грязненький. И он 44 размер. Мне нужен 42-й. Еще вот такие классные розовые. У меня такого не было. У меня какой-то был кислотный, по-моему. И вот это я еще взяла. Потому что вот этот цвет мне тоже очень нравится. Ну, и взяла серый и черный. Кстати, вот эти тоже сравнивайте. 44-й белый и 44-й розовый. Розовый намного меньше. Вот. Но я все равно рада. Какие-то шапочки детские, кстати. На спорте. На стиле, на спорте. Девочки-хозяечки. Смотрите, какая штучка тут есть. Для выпечки. Тут это, на сколько сантиметров раскатываешь. Не знаю. Тут какие-то лимончики, дольчики. В общем, тут расписано сантиметры. И вот здесь еще тоже расписаны сантиметры. Вот, видите. И вот тут. Короче, здесь разные цвета. Розовые, вот, желтые. Не знаю, для чего это нужно. Мне. Мне это не нужно. Но вдруг кому-то нужно. Потому что я этого не видела у нас. На металлургической. Видите, я о хозяюшках тоже забочусь. Вот еще какие-то интересные подносики. Прозрачные. Они тоже разных цветов. Вот. Фиолетовые красивые. Такой прозрачный поднос. Но если что-то прольется, то прольется на руки. Наверное, это декоративный. Часто для красоты. Кто пробовал тушь с FixPrice, пишите. Интересно. Как она вам? А то я как-то с Китая заказывала тушь. Она у меня щипала и слепала мне все ресницы. Я теперь боюсь что-то такое покупать. Хотя, FixPrice, это же не Китай. Ну, не все Китай. Ну, вот и все. Взяла здесь топики. В принципе, неплохой магазин. Единственное, что без машины. Это просто трэш. Вот куда мне все складывать? Сейчас мне ехать в Ашан. Куда вот мне, да? Топики засунула я в этот. Может, я еще что-нибудь взяла? Я не стала брать эти собочки, лопаточки. В следующий раз возьму. Надеюсь, все не разберут. Потому что оно реально такое симпатичное. Тут пятерка. Такси надо вызвать и кофе хочу попить. Сказали, что здесь кафе где-то есть через дорогу. Кристина какая-то. Через дорогу. Я не вижу. Я вижу парикмахерскую. Нормальная я, блондинка, блин. А я думаю, что я, блин, лысая. Люди как люди. Ездят на маршрутках. Я должна тоже поехать на маршрутки. Думаю, поеду в Мегу на маршрутки. Села. Такая, говорю, здесь что-нибудь едет на Меге. Прыгнула в маршрутку. Он говорит, спросите у водителя. Я спрашиваю, говорю, вы едете на Меге? Он такой, я еду в зоопарк. Ну, то есть в другую сторону. Я говорю, ой, выпустите меня. Выскочила сейчас, чуть ли не упала. На лету на другую сторону надо перейти. Поехали на маршрутки. Это Ростов, детка. Проехала. Поехала машина здесь. Просто чуть у меня не оглохла. Я представляю, что у него в машине там творится. Хотя я тоже так люблю иногда. Наболтала музыку, такая. И едешь, думаешь, ты самая крутая в мире. Так, что за маршрутка? Мега. Не написано. Это не мега. Сейчас пятый. А видите, какое счастье у меня? Вот кто-то подумает. Селена, у тебя такое счастье, что ты на маршрутке едешь. На остановке стоишь. Может, нахрен, продавай машину. Садись к нам на маршрутку. Вот. Ну, кто ездит на маршрутку? Блин, да люди так живут на самом деле. Да я так жила. И я кайфую. Иногда сядешь только на маршрутку. Смотришь на людей. Слушаешь музыку. Едешь так не спеша. Ну, что-то в этом есть. Но я машину не променяю, нет. Ожидания так утомительные на этой остановке. Мне же в глаз что-то попало. И что? Экономия должна быть экономной. А что наши люди на такси в булочную ездят? Ну, я посчитаю все равно, сколько. Уже 240 рублей я потратила. 250. 250 рублей я уже потратила на такси. Сейчас маршрутка. Потом еще до дома. Наверное, все. Наверное, в мега и все. Ну, нормально все. У меня так-то на бензин больше уходит денег. Вот это ожидание самое утомительное, да? А еще я забыла сегодня очки. Вообще даже не подумала об очках. Я безочковая какая-то сегодня. Блин, настроение! Я, кстати, браслетик одела, который мне Тата прислала. Такой красивый, такой красивый, такой нежный. Так, маршрутка какая-то. Ну-ка, все, 4 написано. Нет. Александровка. Семерный ник. Автобус. Александровка. Александровка. Кругом ездит. Что-то едет. 66-й. Александровка. Что-то непонятно что. Мега. Мега. Я с вами захожу. Ладно, не буду, народ смущает. Я удачливый человек, я села. Я поменяла место дислокации, я тут хоть могу себя снимать. А то там видно народ. Наверное, все стесняются. Покажу вам, как я еду. Это наша Александровка сейчас будет. Мне тоже покажешь. Пожалуйста. Это наш водитель. Только не отвлекайтесь, пожалуйста, от дороги. А то сейчас все люди напрягутся. Милая Александровка, я здесь выросла. Чувствую себя хорошо. Мне нравится. Ну, как будто на пассажирском сидении, на машине сидишь впереди. Водители сейчас достаточно быстро ездят, что страшно. Зато быстро. Короче, все, у кого нет своей машины, кто ездит на маршрутках, всем передаю привет. Крепитесь, мои хорошие, ставьте целью. Все у вас будет. А иногда можно на маршрутке. Кайф. Рабочее место. Я сейчас вынесу, зайду, хорошо? Да, да, да. Останавливайте, все. Я вообще могу не буду. Да. Александра, как? Остановите, почему вы не остановились? Вот, забыли остановить. Сиди, ничего не говори. Беряде. Приходите. Апустое. Продвигаться. Водитель разводит руками. Нам перегородила дорогу другая маршрутка. Опа, и поехал. Вот бы по всей каналу о тему. Сейчас покажу, где я выросла и где училась. Вот так, чисто райончиком. Вот. Остановка Днепр-Зержинский. Вот там моя школа. 81-я школа. Покажу вам, где я училась, да? Вот там моя школа. Вот в этом дворе я выросла. Здесь вообще все так расстроили, этого ничего не было. Вот такой красоты. Тут вот одно солнышко магазин был, видали? Видите его, нет? И то он был такой маленький, а сейчас вот давно вскоп. Короче, у меня идея пришла, что я поеду в свою школу, хочу снять там, побывать, погулять по школе, где я училась. И в училище тоже. Это все здесь находится. Училище профессиональное, 13-е тоже вот тут наконечное находится. Стардом. Какой красивый, глядь. Воспиливали деревья, теперь все видно. А тут все в деревьях было. Вообще ничего не видно было. Вообще, короче, конечное вообще стало другое. Здесь раньше рынок был. Это тот самый рынок, на котором я продавала арбузы. Вообще ничего не видно. Какой-то мини-парк. Вообще, вот здесь вот точка была с арбузами. Прямо вот тут вот, вот тут вот прям. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Были точки с арбузами, дынями я их продавала. А сейчас все посносили. Вот здесь везде вот так палатки были вот так вот. И с другой стороны в три вида. А сейчас ничего нету. Какую-то красоту, столы, какие-то клумбочки, лавочки. И вот слушай, супер вообще, турнички. Молодцы, Александровка. Есть цветы продают. Александровка, молодец. Победу. Ну и все, сейчас мы будем выезжать. Там уже Оксай у нас впереди. И Мега. Кстати, я не спросила, кому интересна эта идея, побывать в моей школе. Может, кого-то из учителей даже встретим. И училище. Я, может быть, сняла бы это даже в одном ролике все. Вы скажите, что было бы интересно посмотреть в мою школу, в мою училище. Чтобы я понимала, что никто не напишет, может, вам это неинтересно. Я тогда ничего не буду сливать. Уходите. Ой, ой, ой. А мы ходим. Вышла. Вышла я возле Леруа. Говорю, возле Ашана не остановите? Нет. Я говорю, тогда возле Леруа. Я не знаю, куда он дальше едет потом. Вдруг он куда-то далеко едет. Ура! Мы вышли. Ну, конечно, блин, честно говоря, мне не хватало кофе, поэтому сейчас я возьму кофе сразу же. И еще, сейчас мы по улице пройдемся немного. Что-то я все время свой рот снимаю. Э! Кофе не хватало. Я сказала, а, это карусели, честно. Маршрутки, это карусели. Я несколько раз просто жим-жим. Думаю, а, ты сейчас не впишешься. А, куда ты летишь? Ну, про себя, естественно, я не кричала. Э, води-то тормозь не водила. Поверни сюда, сюда, туда. Ну, страшно, блин. Я, честно говоря, я раньше лихачила просто жуть. Когда только появляется машина у людей, это вот что-то, да, наверное, может быть, у кого есть машина, скажите мне, было у вас такое или нет, что вы крутая, вы все знаете, ездите лучше всех, обгоняя, подрезая, все сигналят, бип-бип. Вот. Это песенка. Как-то у меня был клепушник. Такой. Вот. А потом, когда уже немножко успокаиваешься, да, ну, мне, например, всегда было, как бы, ну, приятно, когда со мной едут люди и говорят, что я, ну, хороший водитель, что со мной не страшно, что я так мягко, аккуратно еду. И при этом быстро, как бы, да, то есть я не торможу на дороге особо. Ну, торможу, когда отвлекаюсь там, допустим, или не знаю, куда ехать, да, пока навигатор там включу. Ну, стараюсь останавливаться где-то. А так, ну, то есть, и для меня это круто, что говорят. Поэтому все это опасно, лихачить. Никому это нафиг не надо. Всем насрать вообще, как ты водишь машину. Ну, вот, поэтому вот так. Все, короче, я пошла внутрь за кофе. Я решила пройти по низу, потому что там, где я беру кофе на вынос, очень вкусный, он находится с определенного входа, не с главного. Это мне нужно будет зайти в главный, потом дойти до Ашана, спуститься там вниз. Не кайф, по улице кайф погулять. Ну, тут как раз вход, я думаю, что это он, я надеюсь, что я не круголяю, потому что у меня обувь, обувь на подъемчике. И, честно говоря, я могу быстро устать. Надеюсь, этого не случится. Женщина какая-то сейчас видит, что я снимаю, не подходит. Только я закончила снимать, такая, можно к вам обратиться, пожалуйста. Вот, когда такое подходит, то к машине, то это, я сразу, нет, пошла дальше. Я, мне не нужно ничего, мне не нужно информации в голову. Так, заходим. Вот они, мои любимые кофе-фи. Ну, я люблю заказывать здесь кофеек, здесь, тем более, на вынос можно. Здрасте. Здрасте. Вам здесь есть, да, кофе? Не, с собой. Хочу какой-нибудь ароматный кофе, капучо, латте. Аморачино, что там? С добавлением сока, у меня, в основном, с лицарского шоколада. Нет, давайте просто лучше латте. И сиропчик. Сиропчик, да, сейчас какой-нибудь выберу. Буду пить латте с неочищенным миндалем сиропным. Блин, так я люблю вот эти кружки. Мечтаю, мечтаю. Так они тепло держат. Ясно, ясно. Вот я же, как бы, ну, типа на диете постоянно, да, там у меня с фикс-прайса эти чипсы, сосиски недавно купила. Ну, я как бы на диете, знаете, главное, как бы держать это в голове. И будешь худеть, само собой. Ну, и вот, меня соблазнили на вот такую вкусняху. С творогом и с абрикосом. Только что сделали, она рассыпается прям в руках. Да простите меня, девочки, которые на диете. Держитесь, крошки. Так, все, я надеюсь, я не в крошках. Зубы не в еде. Так не люблю, когда на зубах остается еда. И так разговариваешь, или на губах. И так разговариваешь, что у тебя какая-то фигня прилипла. И человек не слушается, о чем ты говоришь, а он только смотрит на твою фигню. И думает, как бы тебе сказать, блин, что у тебя там фигня. Кофе, кстати, очень вкусное здесь. Все там вкусное. Так, в Леруа идем. Укрепители покупать. Ну, крохи мои, помните, короче, нам же надо укрепить наш шкафчик, чтобы малой не проваливался. Нашла вот такие вот пластины, тонкие. Как раз их можно прилепить туда. Сейчас куплю ножовочку для металла. И все, вот их по три штучки туда. Мне помог молодой человек здесь. Подсказал. Я прям говорю, вот что, такая ситуация, чем укрепить. Он говорит, ну вот есть вот. Все, пошла ножовку брать. Внимание, ножовка для девочек. По металлу. Самая дешевая, короче, за 31 рубль купила. Буду ей резать. Мы на кассу пошли. Трендец вообще. Иду такая. Кофе, ножовка. Какие-то, блин, непонятные штуки у меня в руках. Блин, там же пледики такие классные есть. Или не надо пока? Какое не надо? Я без машины. Куда я это все положу? На голову, что ли? Буду как улитка с домиком идти. Я сейчас все себе на голову навешиваю. Я вот подумала о том, что, блин, вот если бы я снимала, когда я жила в Москве, вот вам бы весело со мной было. Там что ни день, то и столько всего интересного, и впечатлений, и противоречий всяких могло бы случиться. Ну, вам вроде тоже нравятся мои влоги. Я рада. Даже в Ростове, да? Можно найти веселье. Для меня вот это самый геморрой. Находить 10 рублей для этой телези. И вот это упаковывать еще, если ты что-то уже купил. Бесит, блин. Смотрите в Ашане, какие штучки классные. Вообще, такая милота. Вот уже 74 размеры, кстати. На моего еще чуть-чуть большевата. Ну, уже на следующий раз можно. Классно для стилягов, для мальчиков. Наша служба и опасна, и трудна. Возьму. Все-таки праздник скоро. Надо тематическое видео снять. Та-дам-дам. Вот где можно приодеться детям на этот праздник. Ё-моё, фикс-прайс, чё тупишь? Смотри, сколько в Ашане всего. О, давай уже быстрее, мы же ждем. Набрала своей малышне. Короче, я решила не изменять вообще меряется. Это самые лучшие трусики. Мягкие, классные, ничего не протекает. Вот. И набрала кучу еды ему вот такой вот. Вообще, я ему овощное сама готовлю. А вот что касается пюрешек, яблочных соль, конечно, покупаю. Я овощи некоторые взяла, потому что не всегда, бывает, успеваю там что-то сварить. И тогда, ну, просто беру ему даю чуть-чуть. Ну, я хорошие набрала, вкусняшки, чтобы ему вкусно было. Так, чё ещё осталось? А, очень хотела спросить. Смотрю на эти горшки, красивые, такие разноцветные. Во сколько ребёнок уже сам начинает ходить на горшочек? Я спрашивала, помню, у кого-то из своих родственников, но забыла. Я хочу, чтобы вы мне ответили. Хочу с вами общаться. И ещё я жду не дождусь, когда я с вами увижусь уже вообще с первыми. Вообще, мне это будет такой трогательный момент, когда я буду бояться и переживать, наверное. Не, по-любому буду переживать. Кстати, я чуть не забыла про кофе. Сегодня вот я попила обычный капучино, вот я уже хожу, я чувствую, что мне что-то дискомфортно. То ли я есть хочу, то ли чего. Такое, знаете, вот непонятно. Так что я своему кофе теперь не изменяла. Вот я его люблю. Где мой кофе Леовит? Набрала кофе, две сразу взяла, 30 пакетиков. Как раз мне на месяц. Получается, там 54 рубля стоит один пакетик. Вот в пачке 15 пакетиков. Умножьте. 54 умножить на 15 и потом умножить на 2. Вот, столько выходит кофе у меня теперь в день. Ну а что делать? Дороговато. И ещё мне понравились очень хлебцы. Вот такие с разными, вот фитнес, с разными добавками. Яблочко, помидорчик. Я без хлебцов вообще не закончилась. Так трудно жить. Так что сейчас наберусь. Рожаные только хочу. Человек первый раз покупает творог для ребёнка. Я, блин, сначала в детском. Потом мне говорят, я в творог, пошла в взрослый творог. Нет, тут вот есть для детей йогурты всякие. Вот тут нашла. Вот огушет с 6 месяцев. Сейчас вот посмотрю ещё. Надо нам творожок уже давать. Мы ещё его не ели. Набрала чисто всё для Малолы. Вообще чисто для него по магазинам теперь хожу. Так бы сидела дома. Привет! Вы здоровы? Добрый день. Проходите, пожалуйста. С вами поздорову. Так. Показывать вам, да? Или всё видно? Показывать вам, да? Фух. Насколько... Вот я последний раз уже, я не знаю, самое дешёвое, насколько я говорю, это около трёх тысяч я потратила. Так всё время, блин, 5, 7, 10. Ужас! Копейка, сумма вашей покупки. Ну вот вы сами всё видели. Чего я взяла? Не понимаю. Вообще, до следующей недели реально. И снова потом. Хотя, ну я не знаю. Вот говорят, много денег уходит с детьми. Ну да, как бы много. Но зато на себя уже ничего не уходит. Раньше ты покупала себе там платьишки, всякую фигню. Ну вот куда уходили все деньги. Теперь, конечно, вот реально я уже вот не так покупаю. Ну хотя, я же теперь блогер, и какие-то бонусы могут присылать, подарки. Это очень приятно. Это очень экономит денежки. Так что спасибо всем рекламодателям, которые дают на пробу, на тесты свою косметику. И благодаря этому даже можно реально найти и пользоваться тем, что даже и не знала, что существует. Так, я совсем забыла про краску для волос. Теперь мы едем с этой тележкой вниз опять. Хотела зайти со словами «хелп, хелп!», но я вижу, что здесь новые лица. Они меня еще не знают, поэтому я так скромно зашла, говорю, нужна ваша помощь. Так что сейчас они мне помогут. Так, в общем, набрала. Сейчас покажу, какие цвета мне посоветовали. Подошел профессионал и вот посмотрел все своим профессиональным взглядом. Я надеюсь, что у меня скоро все будет замечательно. Кстати, вот ХЭК. Хромоэнергетический комплекс. Стоит всего 53 рубля, добавляется в любую краску, не только в Эстель. Но я взяла, знаете что я взяла? Сейчас я вам покажу. Делюкс краску. Я же не знала. Она уже идет с маслами. Туда, в принципе, масла добавлять не нужно. Вот такая красочка. Я взяла номера, самый светлый. В общем, на палетке не буду показывать. Это мой вот такой вот цвет. Буквально, да? В общем, будем мы выравнивать наши и корни, и... Что, они у меня желтоватые немного? Сейчас я возьму трубку. Это любимый стоп-фудов. Нет, Кристинка. Да, Кристюш? Я в Меге сейчас уже выезжаю. Сейчас вот краски я взяла, и все. И уже такси заказываю сейчас. Давай, давай, давай. У меня встретимся туда. Вот, короче, Делюксом будем пользоваться. Конечно, она чуть-чуть подороже, но знаете, насколько она? Она не намного, по-моему, дороже. Насколько она дороже? Эсс 165 стоит, да? Да. Ну, в два раза дороже, девочки. Но волосы наши бесценные. Если это подойдет краска, то все, я буду только ей красить. Смотрите, что мне подарили. Лучше, значит, постоянный клиент. Спасибо большое. Так. Это все тот же мой магазин Твиги. Любимый. Да, я врезалась. Ну, это я же. Вообще, с тележкой из Ашана заехала сюда. Сейчас я покажу, что мне подарили. Двухфазный мой Твиги. Вообще, это сеть магазинов. Они есть во многих, кстати, этих городах. И вот, что мне здесь нравится, что здесь, вот чем удобно. Что здесь работают профессионалы. То есть, я прихожу не просто в магазин, да? Где просто люди работают, им что-то объяснили поверхностно. Здесь работают профессионалы. Здесь есть салон красоты внутри. Поэтому девочка ко мне подошла, профессионал, и сказала, что вот это, вот это, вот это, вот это надо взять. Смотрите, двухфазный спрей. Термозащита, питание, антистатика, гладкость. И самое главное, он розовый. Вкусно пахнет он. Короче, это весенняя серия. Там мицеллярка есть. Представляете, у них мицеллярка даже есть. И шампунь новый какой-то такой, весенний, и бальзам для волос. Я выбрала вот этот двухфазный спрей. Я люблю. Ну, то есть, я считаю, что в основном, конечно, ну, все, весь уход хорошо, да, для волос. Но мне нравится именно использовать что-то после бальзама и шампуня. То есть, потом, да, масло на кончике обязательно, спрей какой-то. Я все ищу, кстати, спрей. Если этот будет хороший спрей, то я буду его постоянно брать. Потому что в последнее время что-то все спреи, короче, такие. Нифига, после них волосы не расчесываются. Я этот протестировала. Не зря я хожу постоянно в один и тот же магазин. Надо, важно, да, набрать, это, найти свой магазин, потом тебя будут там любить, дарить тебе подарки. Ой, все, надо вызвать такси, сейчас я выйду на улицу. Все, вызвала машинку, я села. Ну, в принципе, немного, что получается. 200 рублей сейчас не до дома доехать. Получается, на такси 450 рублей. Плюс 20 рублей на маршрутке. Я экономно ящу. Я надеюсь, что я больше не выйду на маршрутках, вот так далеко. Я буду ждать свою девочку. Так, что хотела сказать? А, знаете, что хотела сказать? На самом деле, люди-то добрые вокруг. Я все спрашиваю. Вот знаете, я еще заметила такую вещь. Давно хотела вам об этом сказать. Что люди, на самом деле, они любят помогать. Вы их только попросите об этом. Они помогут вам. Они чувствуют в этот момент, что они делают добро, понимаете? Я считаю, что нужно давать людям возможность тебе помочь. Я всегда там с коляской какой-нибудь тяжелой, всегда какой-нибудь парень мимо, мужчина проходит. Я всегда говорю, помогите, помогите. Они с удовольствием помогают, бросают все свои дела, чтобы помочь. Девушка с парнем сейчас мне помогли. Но я вижу, что нравится людям помогать. Поэтому не стесняйтесь спросить о чем-то. Мне кажется, что вы только лучше этим людям делаете. И на самом деле добрых людей лучше. Но можно по лайкам и дизлайкам все посмотреть. Смотрите, сколько мне лайков ставят. Это значит, что добро рулит. Все, я приехала домой. Ждем Кристину. А пока мама здесь, я украду у нее часик-полтора, чтобы она посидела с малыми. Сниму для вас видео, которые должна была снять. В общем, разные. Для того, чтобы потом выкладывать вам их стабильно каждый день. Все, ждем Кристину. Она сегодня должна точно приехать. Мама, что ли моя-то? Все, уходит. Бабушка, не уходи. Сумка бабушкина. Она пришла! Что-то у меня не в фокусе все. Мы ее дождались. Видите? Сказал человек сделать, значит сделает. Не важно когда. Главное сделать. Главное дыню. Все, давай, раздевайся. И прощаюсь. Я уже, кстати, прощаюсь, потому что варлок очень длинный. Я столько всего делала. Все, любим вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok